Всем привет! С вами Дмитрий из Орла и сегодня мы готовим крупные оладьи с луком и картофелем. Сначала о тесте. Тесто у меня состоит из крупы. Крупу я использую разную, можете использовать какая вам самим нравится. Я обычно использую пшеничную крупу, пшено, знаете, кругленькое, желтенькое такое, ячневую крупу, муку бывает добавляю, бывает даже ржаную или пшеничную, кукурузную даже бывает добавляю. Ну, как правило, это ячневое, пшено и пшеничная крупа. Значит, 100 грамм крупы я взял, залил водой, добавил туда одно яйцо, блендером вот так вот разболтал, я просто блендер не буду вам показывать, все, наверное, понимают, что это такое. Ну, так, в принципе, можно, наверное, и миксером, в общем, дать постоять, чтобы это все набухала, крупа, водой. Потом добавил я репчатый лук порезанный, вот он тут находится. Теперь я взял три картошечки маленьких, 40 граммовых, почистил и добавлю это вот таким вот образом, простым, в тесто. Таким образом у нас в банке и яйца, и крупа, и вода, и картофель потертый, и репчатый лук. В данном случае я блендер не использую, почему? Потому что блендер, он, вот даже лук, если размолоть блендером, у него совсем другой вкус, чем если взять его мелко порезать, просто репчатый лук. И с картофелем та же история. Блендер, он как-то ухудшает вкус, я не знаю, наверное, это беспорядочная механическая такая крутня, вот она разбивает все вкусное в продукте, и получается какая-то каша. Ну, тоже можно есть, конечно, но мне кажется, так лучше сделать. В общем, что-то я смешал блендером, то, что крупу надо размолоть, а что-то я, вот, то, что можно и без блендера, я и так вот ложечкой разболтал, и все, и сейчас пойду жарить. Жарю я на тонкостенной сковородке, смазанной растительным маслом, половинку лука беру, так вот масло капаю, растительное масло луком растираю по сковородке, потом этот же лук я вот крашу сюда в тесто. И получается у нас вот такое вот тесто, и выкладываем на его. Очень важно не прижимать тесто в сковородке и не трясти сковородкой, потому что получится все поразвалится у нас тогда. Прилипнет, это плохо. Поэтому все крайне-крайне деликатно накладываем на сковородочку, очень деликатно. Раз-раз, раз-раз, чтобы не прилипло, не прилипло к стенке. Сковородка у меня, конечно, непрезентабельного вида, но, знаете, я ее держу не для того, чтобы тут хвалиться красивыми сковородками. Мне нравится результат. Сковородочка эта замечательно поджаривает, ничего на ней почти что не пригорает никогда, поэтому я ее затем и держу ради результата. Так, ждем, что там будет жариться. Ну, собственно, вот прошло несколько минут, потому что это жарится дольше, чем просто хрупа. Дело в том, что картофель сырой, вот, и лук тоже. В общем, поскольку я хорошо смазал маслом, ну, как хорошо, там капли, но качественно смазал. Вот так вот этим луком так растер по сковородке. А масла там немного, там, может, не знаю, четверть чайной ложки. Вот. И говорю еще раз, сковородка бесподобная, тонкостенная. У меня, видите, ничего не пригорает, и вот так вот поджаривается. Замечательно. Вот такой блин получается классный. Поверьте, он очень вкусный, потому что там и картофель, и крупа, и лук, и яйцо, и сытный, вкусный такой блин получается. И что можно с этим блином сделать, я вам скажу, можно посыпать его тертым сыром. Я, наверное, сейчас это сделаю для красоты. Сейчас вот сыр достану, Павлу. Так, скажу, наверное, банальную вещь, но расплавленный сыр, это всегда красиво, как его ни положи. Вот. Это всегда красиво, вкусно. Ну, пускай, ну ладно, расплавится. И получится у нас такая вот, пицца, не пицца, но такая вот лепешка, а как я ее назвал? Крупенная лепешка с луком и картофелем. Вот. Пускай, значит, сырок наш подрасплавится. Мне кажется, маловато, надо еще положить. Вот так пускай будет. Ну, хочу сказать, что, я не знаю, делают ли итальянцы с картофелем пиццу. Наверное, нет. А у нас это вот будет такая бульбашеская картофельная лепешка с луком. Можно пиццей назвать, поскольку пицца это и есть лепешка. Потому что она еще и с сыром у нас. А был бы у меня болгарский перец, положил бы еще кружки болгарского перца. Можно было бы лук класть не внутрь теста, а, скажем, поверху. Можно было помидор положить сверху. Но это, знаете, изыски, это уже на ваше усмотрение. Я показываю суть. А суть в чем? Тесто. Вот оно. Тесто. Из крупы яиц, лука, картофеля тертого. Все это размешанное, как я уже говорил. И, пожалуйста, смазанную маслом сковородку выкладываем, не приплющивая, не разматывая, не разбалтывая, не раскачивая сковородку, чтобы ничего не прогорало. И получается вот такой замечательный продукт. Можно сказать, картофельная пицца. Так и назову, наверное, картофельная лепешка. Нет, картофельная пицца, в скобках лепешка, с луком и тертым картофелем. Нет, картофельная пицца, в скобках лепешка, с луком и сыром. Вот. Приятного аппетита. Сейчас я переверну. Сильно я сыр расплавлять, наверное, не буду. В этом нет смысла. Вот мы сейчас. Бабах. Немножко подгорело. Но ничего, съедим. И, в общем, вторую порцию. Наверное, смысла особого нет. Потому что я вам показывал уже, как первую я клал. Поэтому я так чисто. Еще раз скажу. Бабах. И съемочка, наверное, закончу. И пойду я ее уже кушать. Первую пиццу свою. А если понравится, то и вторую съем. Но хочу сказать еще раз, что, чтобы не пригорало, ничего не приплющивайте. Вот особенно к школьникам обращаюсь, к студентам, которые учатся готовить. Очень осторожно. Потому что, если пригорит, потом испортите себе все настроение и аппетит. Не надо, чтобы пригорало. Смазывайте сковородочку. Растирайте луком. Потом лук режьте, в тесто кладите. И, чтобы не пригорало, имейте терпение. Подождите, пока все это яично-мучное омлет этот схватится на сковородке. И тогда уже аккуратненько, вот так вот, поддевая, поддевая с краев лопаточкой, тогда уже возьмите и переверните. А если у вас сковородка плохая, к ней прилипает все, то побольше масла и другого способа нет. Вот. Спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий Зарла.